Добрый день, это программа «Мнение», телеканал «Беларусь-4 Гомель», меня зовут Валерий Даниленко. В ближайшие 30 минут поговорим на актуальные темы вокруг Беларуси и внутри нее. На протяжении последних десятилетий некоторые вопросы истории Беларуси перешли из сферы научного дискурса в область политико-идеологической борьбы. Одной из наиболее спорных дат в беларусской истории является 25 марта 1918 года – День создания Беларусской Народной Республики. Национал-радикалы считают БНР первым национальным государством беларусов и одним из символов борьбы беларусского народа за свою независимость. В реальности эта дата, получившая название «День воли», не имеет никакого отношения ни к государственности Беларуси, ни тем более ее независимости. Подробнее об этом поговорим с нашими собеседниками. С нами на связи Михаил Яковлевич Тишкевич, доцент кафедры политологии и социологии Гомельского государственного университета. Добрый день, Михаил Яковлевич. Добрый день. Прежде чем говорить об этой дате, попробуем восстановить историческую хронологию. Что предшествовало событиям 25 марта 1918 года в Беларуси? Как известно, 25 октября или 7 ноября по новому стилю в Российской империи к власти пришли большевики. 2 или 15 ноября была опубликована Декларация прав народов России, которая, естественно, касалась и беларусов. Что же было дальше? Как известно, Российская империя получила такое прозвище, название «тюрьма народов». Поэтому стремление к независимости, к обретению независимости было характерно для всех наций, народов, населяющих Российскую империю. Если говорить более конкретно, то это и Польша, и Финляндия, и Украина, и Беларусь и так далее. Поэтому после октябрьской революции, буржуазной революции, простите, февральской, естественно, в Минске состоялся 25-27 марта 1917 года съезд беларусских национальных организаций. И появились такие структуры, как Беларусский национальный комитет БНК, а затем Великая Белорусская Рада. Однако в обсуждении и в документах, которые были приняты по результатам этого съезда, речь шла только об автономии Беларуси в составе Российской Демократической Федеративной Республики. И дальше разговоров дело не шло. Октябрьская же революция, мы имеем в виду 7 ноября по новому усилию 25 октября по старому, она открыла возможности реализовать свое стремление к национальной независимости. Особенно после того, как Совет Народных Комиссаров принял Декларацию прав народов России, в которой объявлялось равенство и суверенность народов, их право на самоопределение, вплоть до образования самостоятельных государств. Как мы видим, этот документ был еще более демократичен и давал возможность в том числе образовывать самостоятельные государства и самоопределяться в своей будущей судьбе. Но на практике оказалось, что новые органы местной советской власти, например, областной исполнительный комитет советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной области и фронта, если короче, то обл.исполком.заб и белорусский областной комитет не планировали создавать национальное государство белорусов, а речь шла об автономии в рамках Российской Федеративной Республики. Разумеется, такая ситуация не могла устраивать националистов, которые сами стремились к власти и даже попытались воплотить свои идеи. Но, учитывая то, что этот съезд противоречил самой идее братских народов и идее, которые были провозглашены область полком Запом, этот съезд, проще говоря, был распущен. В результате ничего у белорусских националистов не получилось. И, кстати, впоследствии об этом говорили и сами вожди, некоторые из вождей этих белорусских националистов. Михаил Яковлевич, давайте продолжим говорить об истории. 20 марта 1918 года Минск был оккупирован войсками кайзерской Германии. Можно ли в этой ситуации вообще говорить о дате 25 марта 1918 года как о дне провозглашения какого-то независимого белорусского государства? Я сразу скажу, что нет, потому что в оккупационном режиме провозглашать какие-то самостоятельные органы, но это просто не укладывается ни в какие международные рамки и не укладывается в понятие суверенитет. Это событие сегодня позволяет некоторым националистически настроенным исследователям говорить о первой так называемой неделе белорусской власти, когда после оккупации германскими войсками, которые начали наступление 18 февраля 1918 года на Восточном фронте, то якобы до 25 февраля руководство в городе и его обрестности принадлежало исполнительному комитету Рады Всебелорусского съезда. Но в условиях оккупации, надеясь на немецкое покровительство кайзеровской Германии, а затем, если говорить уж, кстати, а затем и на покровительство Польши, Великая Белорусская Рада, используя вывеску этого исполкома Рады, который, кстати, утратил легитимность, пошла на провокацию с провозглашением так называемой Первой Белорусской Народной Республики 25 марта 1918 года и опубликовала третью уставную грамоту, которая провозглашала независимость этого квази-государства. Но не имея своей армии, не имея поддержки среди белорусского народа, главари БНР в письме от 26 апреля 1918 года обращаются к кайзеру Германии с просьбой признать независимость БНР. Но сам факт такого обращения, и вот все эти, если можно так выразиться, движения политические, они говорят о несамостоятельности, о отсутствии суверенитета у этого квази-государства, если они вынуждены обращаться за поддержкой к государству и армии, которая их оккупировала. – Михаил Яковлевич, а вот само выражение «день воли», оно из того времени, из 1918 года, или это уже слоган наших современных национал-радикальных политтехнологов? – Я уверен, что это современная интерпретация тех событий, но позволю здесь себе пошутить, если бы это ограничивалось только «днем воли», одним днем, то это было бы неплохо. – Михаил Яковлевич, а можно ли в целом говорить о каком-то провозглашении независимости, если за несколько дней до этого те, кто якобы сформировал первое белорусское правительство, встречали хлебом с солью оккупационные немецкие войска? – Вы знаете, мы уже коснулись этого вопроса. Я бы хотел привести здесь цитату, которую из высказывания главы так называемого кваси-правительства, народного секретариата Иосифа Воронко. Ну, если по-белорусски «воронка», да? Он говорил, что нечеловеческие усилия белорусских деятелей поставить Белоруссию хотя бы среди малых государств и добиться признания самостоятельности Белорусской Народной Республики ни к чему не привели. Полностью провалились и попытки организовать международное признание БНР, хотя ее формальные представительства, как мы знаем, и были открыты в Берлине, Гданьске, Каунасе, в ряде других городов. Но эту республику БНР не признала даже Украинская Народная Республика и появившаяся позже украинская, марионеточная украинская держава. Все это только усиливает кризис в рядах так называемых отцов. И сегодня об этом крайне неохотно вспоминают об этих фактах белорусские националисты. Поэтому ни о каком провозглашении независимости в условиях оппозиционного режима, и об этом говорят сами, так называемые основатели вот этого квази-государства, говорить не приходится. Михаил Яковлевич, раз уж мы начали говорить о людях, которые непосредственно причастны к созданию БНР, как вообще воспринимать тех, кто провозглашал белорусскую независимость 25 марта, как национальных политических личностей, или к ним больше подходят определения политические авантюристы? Я думаю, второе, по одной простой причине, что не учитывая условий, в которых находилась республика, вернее народ Белоруссии, даже не республика, а народ Белоруссии, эти люди предприняли авантюрную попытку создания государства, не проанализировав предпосылки, возможности, базу, поддержку со стороны народа, наличие всех атрибутов государства, армии, аппарата управления и так далее. Если поступают таким образом вот эти люди, которые называли себя политиками, то можно говорить о политическом авантюризме. Давайте вспомним итог этой национально-политической авантюры. 3 декабря 1918 года члены Рады, БНР и правительство спешно бежали из Минска в Вильно, а затем в Гродно, который уже под контролем польских оккупантов, стал столицей республики вплоть до сентября 1919 года. Позже о БНР перестали даже говорить, а ее отцы-основатели превратились в обычных политических мигрантов, которые на протяжении последнего столетия наводняются собой страны Центральной и Западной Европой. Не напрашиваются ли определенные современные политические параллели? Безусловно, но я бы хотел подчеркнуть, что провозглашение БССР не позволило сбыться мечтам националистов. Как мы знаем, в декабре 1919 года происходит раскол Рады БНР, а в июле 2020 обе Рады покидают территорию Белоруссии. Наивысшая Рада во главе с Антоном Луцкевичем перебирается в Польшу. После вхождения Западной Белоруссии в состав Польши перестала существовать, а Народная Рада, где главой был Вацлав Ластовский, в Каунас, а позже из-за разногласий с Литвой в Прагу. Поэтому параллели, которые мы видим и которые можем провести, опять те же дороги, опять те же путешествия, опять те же посылы из-за рубежа в надеждах вернуть несбывшееся, несбыточное, если говорить о перспективе. Михаил Яковлевич, если БНР – это эфемерное политическое образование и национальным государством его считать нельзя, то почему его символы становятся реальными субъектами современной политики и националистической идеологии? И те, кто их постоянно пытается реанимировать, это кто вообще? Вы знаете, ведь если говорить о прошлом и о этих символах их возникновения и применения и так далее, то они никогда не исчезали из арсенала наших западных, так называемых, кураторов, которые поддерживали в том числе и эти националистические настроения среди эмиграции Беларуси. Мы знаем, что и в Польше, и в США, и в Канаде достаточно много было и сейчас находится белорусов, которые национально ориентированно разделяют эти символы и так далее. Более того, видите, символы использовались и во времена фашистской оккупации, когда коллаборационисты использовали и бял-червон, и бялый, так называемый, и герб погони. И что творилось под этими якобы национальными символами белорусов, мы видим и расстрелы собственного населения, и угоны в Германию на работу и так далее. Поэтому, несмотря на эти вопиющие, казалось бы, факты геноцида белорусского народа под знаками вот бял-червоно-бялого и погони, сегодня они постоянно реанимируются и пытаются определенные силы их внедрить в сознание белорусов. Но я думаю, что ответ здесь однозначен. Мы сегодня видим по результатам тех расследований о геноциде белорусского народа, что творилось на территории под этими так называемыми квази- или псевдогосударственными символами. Поэтому оценка их однозначна. Вот из этого, на мой взгляд, нужно исходить. Огромное спасибо за ваше компетентное мнение, Михаил Яковлевич, и до новых встреч. Благодарю вас, всего доброго. С нами на связи был доцент кафедры политологии и социологии Гомельского государственного университета, кандидат социологических наук Михаил Тишкевич. 25 марта 1918 года. Дата, которую много лет белорусские радикальные националисты пытаются преподнести общественности как символ провозглашения независимости белорусского народа. Но вот что интересно, в 1918-м идеи БНР полностью провалились. И попытки организовать международное признание БНР, хотя ее неформальное представительство и были открыты в Берлине, Гданьске, Каунасе, Киеве, Копенгагене, Одессе, Праге и Риге, все это говорит только о том, что провозглашение БНР было политической авантюрой. Так почему же белорусские националисты так упорно цепляются за эту дату? Поговорим об этом с психологом-аналитиком, автором многих общественно-политических проектов Аленой Диодиной. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы считаете, почему отдельные политические силы на территории Беларуси и за ее пределами пытаются выделить эту дату, 25 марта 1918 года? Начать следует с того, что любой символизм, символика, будь то флаг, герб или гимн, они представляют собой некий культурный код той большой или малой группы людей, которых они вокруг себя объединяют. Это некое физическое напоминание тем людям, тем своим сторонникам или последователям, ради чего они как бы там все собрались. То есть этот символизм несет определенное идеологическое значение для них. То есть нужна какая-то база, на которой они будут удержаться. Алена, а как вы можете оценить действия, назовем их действительно своими именами, национал-радикалов? Ну, на самом деле, они таким образом, обращаясь, может быть, к некой исторической памяти, они пытаются сформировать миф у своих сторонников и последователей, что якобы они не с бухты барахты вот сейчас здесь образовались, а что якобы у них есть некая историческая память, дать ощущение вот этой своей принадлежности к определенным корням, возможно, ещё сформировать некую историческую национальную обиду, что как будто бы у нас отняли нашу символику. То есть это просто ещё один, ну, как бы, камень преткновения в отношениях между своими потенциальными последователями, которых они пытаются к себе привлечь и завербовать, именно завербовать, и нынешней властью. Ну, то есть вот такую ещё функцию несёт. Давайте поговорим подробнее о тех символах, на которые опираются белорусские национал-радикалы. Символ День Воли, флаг, герб и так далее. Что это? Это один из способов просто привлечь внимание к этой тации 25 марта? Или постоянное обращение к ним националистических элементов имеет более глубокий социально-политический подтекст всё-таки? Ну, это некая попытка, как я уже сказала, сформировать вот некий базис, вокруг которого можно собирать народ. Людям нужна какая-то идея, людям нужен смысл. И вот это физическое обращение к определённым предметам, объектам, будь то какие-нибудь звуковые раздражители, как там у них, может быть, свой гимн какой-то есть, или физическое напоминание о своей идеологии, когда они обращаются к флагу. То есть нужно что-то предметное для людей, чтобы их собрать. Нужно вот, чтобы они вокруг чего-то держались. Ален, белорусские политэмигранты широко распространяют бычевую символику, да, то, о чём мы сейчас с вами говорим по всему миру, но официально символы БНР были признаны только нацистской Германией в 40-е годы. Интересные исторические параллели не находятся? Да, ещё есть такая своеобразная особенность у символики, что независимо от того, какое значение она, возможно, несла изначально, то со временем и обретением определённого исторического опыта на него наслаиваются события, какие-то факты, переживания, поступки конкретных людей, как и произошло, допустим, с этой бело-красно-белой символикой. То есть почему теперь считается экстремистской, запрещённой? Ну вот если представить, что есть нож, и вот этим ножом, допустим, убили чего-то дедушку, и человек это видел, он никогда не возьмёт этот нож и не отрежет им хлеб. То есть вот эта символика, она со временем наслоила на себя определённый исторический опыт, достаточно болезненный для Беларуси и для белорусов. Алёна, а не напоминает ли вам попытка искусственной националистической интерпретации такого факта, как 25 марта в истории Беларуси, события, которые сейчас происходят у наших ближайших соседей? Да, что-то в этом определённое есть, потому что, насаждая определённую идеологию, как это происходит у наших ближайших соседей, это у них уже произошло, да, не всегда возможно протолкнуть какие-то действительно ужасающие идеи сразу, потому что у человека ещё сохраняется некая критичность мышления. Но когда вот так по шажочкам, по чуть-чуть, искажаются определённые исторические события, значение символизма, да, когда по шажочкам, по шажочкам, то гораздо проще психологически протолкнуть людям те идеи, к которым бы они критично отнеслись, если бы им преподнесли сразу. Министерство внутренних дел Республики Беларусь обновило список нацистской символики и атрибутики и нацистских организаций. Теперь в него входят и символы БНР, флаг, герб и приветствие. Как сказано в документе, опубликованном на национальном правовом портале, эти атрибуты сегодня приравнены к нацистским, таким как свастика и нацистское приветствие. Тем не менее, определённые личности по-прежнему пытаются их преподнести как символы белорусской национальной независимости. Как мы должны оценивать действия этих людей? Как попытку вокруг вот этой символики, да, привлечь своих последователей, завербовать потенциальных людей, которые могли бы примкнуть к их сторонникам? Да, то есть как мы должны оценивать? Людей пытаются завербовать. Ален, и как вы считаете, какую политическую сверхзадачу ставят те, кто использует в своей повседневной деятельности эти символы и термины, которые тесно связаны с датой 25 марта 1918 года? Да. Чтобы собрать людей воедино, им нужна какая-то идея, какой-то общий смысл. И когда происходит нагнетание таким образом, да, когда происходит насаждение вот этой символики, ну как к этому ещё можно относиться? Ну это как попытка, попытка навредить своей стране. А как обычные белорусы среднестатистические должны относиться к этой дате 25 марта 1918 года? В первую очередь с критичностью. У нас есть свой замечательный план, свой замечательный герб и гимн, которые выражают совершенно другие идеи, которые не представляют собой никакой враждебности. У нас есть свои. Просто нужно держаться за то своё, что у нас есть, за те идеи. Потому что те идеи, которые представляют уже тот флаг и герб, но они чужеродны в психологии белорусской, вообще самой философии белорусской, которая характерна для нашего народа. Да, действительно, абсолютно с вами согласен. Огромное спасибо, Алена, за ваши ответы. Всего доброго. Спасибо вам. Всего доброго. Мало кто знает, что на конференции в Берлине в октябре 1925 года Рада министров БНР, созданная в марте 1918 года официально, передала свои полномочия правительству БССР и приняла решение о самороспуске. Однако не все члены Рады согласились с таким решением. Многие стали на путь борьбы с молодым белорусским государством. В какой-то степени сегодня сохраняется этот исторический тренд. Исторические факты, связанные с деятельностью БНР, в том числе и саму дату 25 марта 1918 года, сегодня активно используют экстремисты. Очень точную оценку этому событию дал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Цитата. «Историю о создании Белорусской народной республики знать надо, но гордиться теми событиями не стоит. Это была печальная страница, и в истории многих народов таких печальных страниц была масса». Спасибо, что смотрели этот телеканал «Беларусь-4 Гомель». Валерий Даниленко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова